Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как сделать такого ангела. Его можно повесить на стену, делать его очень нетрудно. Можно подарить любому человеку, и этот подарок будет со смыслом. Если делать ангела для музыканта, то ему в руки можно вложить скрипочку, как я сделала. Скрипочку и смычок. Потом приклеить. Если делать ангела для садовода или для человека, который увлекается цветоводством, цветами, можно ангелу вложить в руки цветок. Если делать для путешественника, можно карту. Если для учителя или писателя, то книгу. И этот ангел-хранитель будет охранять вашего друга или вас. А сейчас я расскажу по этапам, как его делать. Сначала на бумаге нарисуем силуэт самого ангела. Потом вырежем его из картона и обклеим сеткой от комаров, которые обычно на окна крепятся. Она выступает в роли арматуры для бетона. Вот здесь, сейчас я вот другого ангела покажу. Вот здесь даже видна немножко эта сетка. Она нужна для того, чтобы шпатлевка не отлетала от картона. Промазали эту сетку вместе с ангелом клеем ПВА. И после этого намазали шпатлевкой. Любой шпатлевкой на водной основе. После этого покрасили ангела белой краской на водной основе из строительного магазина. Вы видите, как я на крылышках выложила жгутики из бумаги, из туалетной. А волосики сделала из более тонких жгутиков. Из трех вот таких кусочков газеты я выложила складки на одеяние ангела. Следующий этап, друзья. Эти складки на одеяние я обклеила вот таким гипсовым бинтом, который продается в аптеке. Его надо намочить и отжать. Только гипсовый бинт сохнет очень быстро. После этого, после высыхания, всего ангела покрасить белой краской. На водной основе. И после этого раскрасить. Я вот даже, видно, украсила его потом блесками. Вот они блестят. Золотой краской сделала нимб. Сделала лицо. Можно просто раскрасить одеяние. А я сделала типа декупажа салфетками бумажными. Коричневые ботиночки. Вот такой замечательный ангел получился. Успехов вам!